Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорьев и это канал Футбол это жизнь. Сегодня мы с вами продолжаем нашу карьеру за Краснодар и сегодня у нас два будут интересных матча. Матч за как бы продолжение нашей серии такой и увеличение нашего отрыва от первой до второй строчки. Если мы сегодня побеждаем Зенит, то этот разрыв будет сделан уже в 10 очков, друзья. Хотя хорошее для нас преимущество будет и также будет матч с Локомотивом, который сейчас идет на пятой строчке. Итак, сегодня у нас будет вот такой состав. Наверное будет все-таки в нападении Уэлбек и Дреуси. Кстати, кто заметил, что у Смолова... Так, у нас будет нападение Дреуси и Смолов. Кто заметил, что у Смолова 81 рейтинг, ставьте лайк. Это действительно великолепно. Барко будет у нас вместо травмированного Жуазиньо. Так, Васина поставлю, Шишкин. И вот так вот, пожалуйста. Все, Вандерса нам действительно пока не нужен. В начале сезона, да, был как-то нам нужен, но сейчас уже совсем не то. Итак, обыграли мы Зенит в Кубке России 5-2. И это хорошее достижение того, что мы прошли в полуфинал, где мы встретимся с московскими армейцами, которых мы в первом туре же чемпионата России обыграли. Но тогда мы играли, еще раз напомню, на мировом классе, поэтому уровень не так уж и силен наш был. Итак, друзья, матч чемпионата России по футболу Краснодар-Зенит. Итак, вот такое турнирное положение. Зенит идет на второй строчке. Ну что же, поехали. И кой-ой-ой-ой-ой, это был 1-0. Федор Смок открывает счет в очень важной игре. Отлично, 1-0. Получилось все-таки раскатать. И Федька Смок забивает. 1-0, 13-ая минута. Посмотрите, вот так вот это дает хороший пас. Кабуре в касание Лунев спасает. Но здесь вот пропускает и Смольников, и Лунев, вот этот добивающий удар. Хорошо и Смола здесь сыграл, вытянулся. Все, друзья, победа 1-0. Минимальная, но победа. Теперь мы выходим вперед. С первого места еще и на целых 10 очков у нас отрыв. Это хорошо перед матчем-то с Локомотивом. Действительно, хорошую игру мы показали. Жаль, что травмировался Шарли Кабуре. Вылет на 3 месяца. Так что теперь вряд ли мы на него будем рассчитывать. Что случилось с игроком Гранд Квист. А что там случилось? Что про него пишут? Андрей Грррр. Его уровень. Ну, говорят, что у него форма плохая. Но нам все равно с ним дальше не играть. Мы просто закончим этот сезон и все. и так гранты все равно качается выносливость 92 у санчиши практически на такой же состав у меня выйдет с локомотивом и еще иногда это было и себастьян дарюйте спасибо в андерсон спасибо лаборда спасибо критю хочет повышение зарплате да без проблем станислав ты действительно великолепный игрок мы еще раз готовы с тобой переподписать контракт подожди если только на час деньги перечислим на зарплаты вот так вот 50 на 50 пойдет и заходим в контракты и сейчас мы так все там по вакансиям спартак ну и турецкие прям клубы ищут себе но я бы поиграл бы конечно спартак но не сейчас и вообще наверно ну хорошую мы бы карьерку бы делали бы именно по фи 19 если конечно еще все получится у нас так что вот там будет у нас прям такая серьезная карьера на playstation и так этот же состав у меня будет в матче даже под березкина я готов выпустить и так же будет играть у меня мауриси перрейра на место гран-квиста я выпущу на удара что-то не получается форма плохая вот такой состав у меня и сразу же три дня нам дают потом игра с манчестером будет тяжело и тогда 10 очков у нас преимущество спарта локомотив сейчас на пятой строчке мы на первой сыграем в белый поехали алексей бараховский главный арбитр сегодняшнего матча ринато санчеш ну понятно итак локомотив краснодар большое преимущество у краснодарской команды видит он шишкина великолепный шанс роман и будет это штрафное не пенальти и дают желтую нет устного же предупреждение но здесь действительно я тоже как бы придержал шишкин против бывшей команды своей играет и мама их вы это 1 0 и это виталий под березки и виктор он я не знаю но под березки он снова великолепно забивает головой причем гильерме только прошивает забивая танцы гильерме мяч 22 минуты краснодар выходит вперед такого великолепного штрафного федор иринато санчеш делает счет 2-0 великолепный гол португальца великолепный пас федора смола на него иринато санчеш забивает второй гол за краснодар первый забить если не ошибаюсь в лиге европы и вот так вот хорошо гильерме прошивает и такой как бы интересный тоже по себе удар штангу прямо он даже не бил оттолкнул так мяч покатился уже в штангу и васин получает желтый карточки и наконец это блин в какой попытке мы с 3 но смолов забивает смола великолепно сегодня отыграл он выдал голевую передачу на ринато санчеша и сам еще забивает удалось раз здесь с левой ноги в дальний угол гильерме просто сегодня его не видно но не знаю действительно золотую медаль может мы у него отобрали или хороший опыт но в сборную он бы и так бы попадал но санчеш все таки лучший игрок он забил гол но смолов дал гол и голевую итак смотрим мы зенит там обыграл руби проводим мы нашу тренировку должны сейчас ринато санчеш например прокачаться если нет но показатели прокачались барко и санчеш немного им осталось прокачиваться и главный матч сезона наверно смотрим полное выздоровление у жуазиню неплохо жуазиню мое предложение под березками но не знаю еще и так готовим мы состав на и матч с манчестером юнайтедом выпуская жуазиню рискую конечно сильно вместо кобуре я выпускаю на поле нашего любимого с вами шведа клайсона да он будет играть у нас вот так вот вместо петрова вот сейчас я выпускаю гранкоста и выпускаю я но мартынович пусть наверное все таки рамиреса выпущу и вообще шишкина вот и вот такой состав у меня получается хороший мне кажется и вот таким мы составом сыграем против манчестера юнайтеда дома в лбк 8 забитых мячей наравне с артемой дюбой также у нас кобуре вылетел лучший в него и наш ассистент но манчестер давайте посмотрим как там обстоят дела в англии манчестера например но и манчестер на четвертой строчке что-то там челси становится скорее всего чемпионами в чемпионшипе астон вилла с хорошим преимуществом всем мячей ведет ну что ж друзья выйдем с вами в следующей серии с вами был андрей хорев и канал футбол то жизнь до на встрече друзья до свидания